Музыка Привет! 16 февраля 2012 года, видеоблог. Так и хочется воскликнуть, Аполло, Аполло, это Хьюстон, у нас тоже пиздец. Но это уже становится даже не смешным, потому что уже не один раз мы говорим про снег, уже не один раз мы говорим про непогоду, которую настигает наш город. И каждый раз мы смеемся, 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 с нами смеются наши руководители, которым насрать на община весь этот город. Но сегодня прям, ну, как-то не так, как обычно, так скажем, потому что вчера было тепло, сегодня уже снег и завалило конкретно аварии по всему городу. Ничего не расчищено или даже если расчищалось, то, соответственно, засыпается моментально, машины идут одной колонной. И, ну, и очень сложно на самом деле, потому что даже если ты едешь на машине, даже если едешь по прямой, ты с этой прямой никуда не можешь свернуть, потому что... Простите, у нас телефон и звонок. Продолжаем. Продолжаем. Так вот, уже это реально не смешно, потому что, ну, знаете, когда человек приходит на работу и он ошибается в первый раз, он, по идее, должен немножко научиться что-то делать. Когда это происходит, ну, мне кажется, по крайней мере, за одну зиму, за один месяц снегопадов, которые были, допустим, в 2006 году, можно было уже научиться и собирать средства на зиму, и купить автомобили специальные, и уборочную технику, и другую технику, и вообще все, что можно было купить, надо было купить и запастись. Ну, прошла одна зима, вторая зима, третья зима, десятая зима, нет, десятая, наверное, нет, но образное выражение, десятая зима, а вот и ныне там, и вы видите, по этим сугробам, которые расположены возле городского совета, вот они, вот они, двухметровые сугробы, вот даже горсовет весь в сугробах, и мы тут стоим, и вот даже припарковываться невозможно. И вы видите, что, ну, как говорится, без комментариев. Берегите себя, друзья. Пока. Добрый день. Здравствуйте, Аполло. Добрый день. Скажите, а что вы здесь делаете возле городского совета? Из городского совета я проезжаю. Я пытался полчаса подняться от старой школы, куда я отвез ребенка, подняться на более-менее, скажем так, какую-то высоту, да, для того, чтобы потом добраться до рабочего места. Однако, вы знаете, я смотрю, у меня это не получается, поэтому я буду сейчас пытаться искать какие-то окружные пути. Может быть, вам вот сюда, через двор городсовета проехать? Я думаю, прямо через приемную мэра будет удобно. Хотя, судя по всему, по количеству снега, который здесь, но я хотел бы резюмировать, я хотел сказать, что просто, допустим, вот эта зима подтвердила, что руководства в городе, в принципе, не существует. То есть, оно, возможно, и существует, скажем так, де-факто, де-юре, да, вот, для выполнения каких-то таких функций, скажем так, ну, очевидно, каких-то своих, безаписных. Вот, однако, оно совершенно не занимается городом. Посмотрите сами, посудите сами. Город разморожен. Два раза был снег, два раза был снег, два раза город стоит. Затем, что касается, допустим, специальных мероприятий, вчера, допустим, начался этот снег. То есть, можно было всю ночь, я не знаю, чтобы работать снегоуборочной машиной. Вместо этого роль снегоуборочных машин выполняем мы с вами, своими колесами, мы раскатываем дороги. Но сколько это может продолжаться? Я думаю, что руководству городу нужно уже собирать как-то чемоданы, наверное, и уезжать себе домой, внизу. Ну, или в теплые мандариновые края. Всем привет, вы меня знаете, ребята. Снег идет, снег идет, по щекам мне бьет, 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 болею очень температура. Стою и жду тебя, как дура, снежинки в дом ловила, очень мило. Левый вечер, елотенчик, там, где нет тебя, снег идет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова